Кто еще может быть так крут, как эти юные танцоры? Дроп, фриз, топ-рок для семи и девятилетних детей не просто слова, а базовые движения в брейк-дансе, которыми парни виртуозно овладели. В состязании посетили ребята и девчата со всей области. Возраст участников до 18 и старше. Среди юных парней брейк-дансеров самым ловким и техничным оказался 9-летний Мирон Фризин. Мирон Фризин по прозвищу Fast Freeze, быстрая заморозка, достиг успехов всего за два года. Своё прозвище он выбрал не случайно. Потому что я танец делаю, я очень быстро, а в некоторых моментах прям замедляюсь. Поэтому Fast Freeze. Оценивали юных спортсменов профессиональные брейк-дансеры. Чемпион мира химчанин Максим Чаплыгин в их числе. Всегда было обидно, когда, например, мои ученики уходили, например, на самбо или на борьбу, где говорили, что это более серьезно, чем брейк. Сейчас мы не можем так говорить, потому что брейк-данс также становится олимпийским видом спорта. И в 2024 году он будет в Париже уже полностью как самостоятельная дисциплина. Соревнования в химках проводят впервые. По словам представителей администрации города, теперь на ребят будут смотреть более пристально и всячески поддерживать. Брейк-данс, он раньше был молодежной субкультурой, только второй год как превращается в вид спорта. Соревнования показали, что у нас оказывается в химках очень много молодых людей в возрасте от 9 лет и старше занимается именно брейком. В будущем году в администрации планируют открыть первую крупную школу по брейк-дансу.